Друзья, приветствую всех! Один из зрителей и подписчиков Дмитрий из Ноябрьска, это Янао, Ямало-Ненинский автономный округ, Север, прислал мне результаты лабораторного анализа, который выполнил УРЦ, ТИД, Екатеринбургская лаборатория, причем он написал, что выиграл оплату на его клубе, заплатил за этот анализ сам Синтек. Дмитрий отослал в лабораторию, Синтек оплатил этот анализ. К сожалению, есть только анализ для отработки свежего, полноценный прогноз по нему не сделать, но давайте, по крайней мере, посмотрим, что можно из этого анализа вытащить. Дмитрий использует, судя по тому, кто оплатил, масло Синтек платину 540, это полнозольное масло А3Б4, SNCF, используется в Audi 2003 года, А6, С5 кузов, с мотором BDV, это 2.4 V6 30-клапанный мотор, 170 сил, мотор блок чугунный, в нем ремень и 2 цепочки. Цепочки V6, я так понимаю, 2 блока, цепочками приводятся на распреды и общий ремень для всех. То есть, это важно для чтения дальнейшего анализа. Значит, с 2003 года объем масляной системы 6 литров. Серьезно? Ну, турбины нет, это атмосферка. Пробег автомобиля серьезный такой, 347 203 километра и наработка на масле 236 моточасов. Здесь в анализе указаны 240, я в описании добавлю ссылочку. Но здесь, на самом деле, более точно 236 моточасов. Ну, давайте перейдем непосредственно к анализу. Первый пункт, это индикаторы износа. Здесь есть небольшое количество железа, 12 миллиграмм на килограмм. Ну, это блок и, я думаю, что, скорее всего, цепочки вот эти две. Все-таки пробег серьезной машины. Ну, ничего криминального такого нет. В принципе, нормально. Свинец, медь, олова тоже там по единице, то есть, ни о чем. Немножко алюминия есть, 4 миллиграмм на килограмм. Тоже ничего существенного. Скорее всего, это поршень. Возможно, где-то, блин, на какой-то перекладке, может быть, на холодном. Слегка чиркает по стенкам. Никель такого. В общем-то, для этого пробега показатели отличные. Далее, значит, элементы присадок. В масле присутствует молебден, ну, его там совсем, значит, 40 миллиграмм на килограмм. Бор, 8, капелька магния. Я даже не знаю, для чего так столько бора и магния. Ой, да, в таких минимальных количествах. Обращайте на себя внимание количество кальция. Значит, это отработка 3350, значит, миллиграмм на килограмм. Судя по такому количеству кальция, в масле должно быть щелочное, там, не меньше 10,5, а то и 11, я думаю. Вот. Кстати, я проверял данное масло, тоже на китайском пакете. Масло производства 16 октября 2022 года. То есть, пакет должен быть китайский. Я проверял такое масло, летом, по-моему, да. Там щелочное было в районе 8, по-моему, 7,9. То есть, такое, чуть пониже. Возможно, что подправили, может быть, тогда экспериментировали. Ну, такое. Здесь вот должно быть все нормально со щелочным. Далее. Загрязнение. Здесь кремния 7 миллиграмм на килограмм. Ну, ничего тоже существенно. Дорожная пыль. В общем-то, все нормально. Натрий калий по 2 миллиграмма. То есть, тоже ничего. Именно отсутствие воды. Вот это удивительно, честно говоря. В таком холодном климате конденсат, как минимум, должен собираться. Ну, возможно, там атмосферная влажность низкая. Сажи нету. Одно из объяснений сажи. Я думаю, что, значит, владелец указывает, что он активно использует предпусковой подогреватель. Ну, русско-китайский он называет, или баста, север. Очень хвалит. Говорит, что отлично себя проявило. Мало жрет аккумулятор. Он пользуется там по 3 раза в день и игреет по часу. Вот. Очень хвалит. Так что, тем, кто живет на севере, я думаю, стоит обратить внимание. Я, кстати, сам лично использовал когда-то немецкий Эбершпехер. Ну, так вот, он поджирал аккумулятор прилично. Так, гликоль отсутствует. Окисление 10,7. Нитромании 10. Ну, здесь сложно что-то сказать. Начальных значений нет. Содержание топлива. По топливу 1,73% бензина. То есть, попадает бензин. Но все-таки холодный климат там. Ну, забогаченная может быть смесь на холоде. То есть, это как бы нормально. Так, физико-химические свойства масел. Здесь вязкость на 40. Вязкость на 100. Смотрите. Нижний предел для сороковки. Это 12,5. Здесь 12,82. То есть, масло уже, вот, за счет того, что разбавлено топливом, приближается к 30. Уже рядом с 30-кой там отличие осталось всего 0,32 до 30-ки. Далее. Щелочное 6,51. Отличный еще запас. Температура вспышки. Ну, вспышка понятна. Мне кажется, для отработки температуры вспышки это не актуальное значение. Потому что вот, разбавило масло топливом и уже температура опустилась. 224. Здесь, вот, мне кажется, есть ошибочные данные. По кислотному числу 1,94. Для полнозольника и после 236 млч. 1,94 – это нереальные значения. Эти значения ближе к свежему маслу. То есть, в полнозольнике должно быть, как минимум, 1,8-1,9. При таком количестве, тем более, кальция. Вот, ну, что-то маловероятно как-то слишком низко. Я думаю, что здесь в реале должно быть в районе трех. Я уже говорил как-то не один раз. В бензиновом исправном моторе нарастание кислотного примерно единицу за 200 млч. Здесь 236 млч. Ну, где-то 1,2, наверное, нарастание. Даже если взять, что в свежем 1,8, я думаю, что где-то 3 должно быть. То есть, здесь, возможно, ошибочные данные просто внесли или там какой-то, я не знаю, какой-то косяк. Но с кислотным очень сложно. У него там большая погрешность. Это связано с особенностью тетрования. То есть, кислотное число тетрует щелочью. А щелочь, как только соприкасается с атмосферным воздухом, сразу начинает углекислый газ нейтрализовывать. То есть, допустим, вот мы тетран берем для тетрования кислотного, подышали два раза, и результат в него. И результат у нас совершенно будет другой. То есть, уже с большой погрешностью. То есть, надо вот это учитывать, такие нюансы. Вот. Значит, ну, тем не менее, у масла еще есть запас. Отлично отработало. Да, кстати, по пробегу это всего 1733 км. Средняя скорость вообще такая. Вот это, наверное, одна из рекордсменов. То есть, 7,34 км в час. Ну, за счет прогревов и всего остального. Вот. Вот. Вот такой анализ. И давайте попробуем, значит, полноценного, как я уже сказал, прогноза не получится. Поэтому я вам покажу, значит, по двум методикам. Есть методика по падению на 50% щелочного. Вполне официальная такая, признанная. Вот. Если использовать ее, вот смотрите, значит, получается на этот пробег. На эти моточасы у меня получилось, что с запасом моющих нейтрализующих свойств этого масла 427 моточасов. Отличный результат для синтека на китайском пакете. И второй анализ, это у нас, значит, я отталкивался, вот, под правилом, скажем так, на опыте кислотное. Значит, 1,8 начальное поставил. И примерно 3, примерно, ну, плюс-минус, там, понятно, что какая-то погрешность есть. Какое, на мой взгляд, должно быть в этом анализе. И получилось 460 моточасов. Еще моточасов больше. Разница между двумя методами. Чуть более 7% тоже немного, кстати. Ну, учитывая то, что я кислотное практически, ну, так, на глаз выставлял. Вот. Вот, да, кстати, была доливка за этот период, 900 миллилитров масла. Вот, если ее отнять, то примерно, примерно ресурс масла в этом моторе, в этих условиях, 390 примерно моточасов. Все равно шикарный результат для синтека на китайском пакете. Вот. Значит, ну, понятно, что здесь сыграла роль доливка. Кстати, позитивно очень влияет, по мотору тоже вопросов нет. Несмотря на такой серьезный пробег и низкую скорость, смотрите, здесь, конечно, вот предпусковой очень помогает мотору. То есть, к минимуму съедены холодные пуски. Они губительны для мотора. Вот. Здесь плюс, и поэтому даже вот почти 350 тысяч километров, и мотор себя чувствует, вот, судя по анализам, неплохо. Хотя вот этот метод ОСП, тоже, как вот специалисты говорят, он тоже непоказательный. То есть, он отслеживает частицы до 10 микрон. Ну, энергетика больше ему не позволяет. А криминал начинается, грубо говоря, там, блин, от 15 микрон. То есть, криминальные частицы, которые могут говорить о каком-то аварийном износе, это уже от 15 и выше. Вот. Поэтому, ну, если опираться на то, что есть, вот, мотор в хорошем состоянии, вот. Владелец пишет, что расход масла, можно подумать, что это естественный изнош, но владелец пишет, что у него там течет что-то сзади, скорее всего, сальник коленвала или еще что-то. Вот. Ну, вот, тем не менее, 900 миллилитров доливается. На мой взгляд, результаты вообще шикарные. Вот такой тест. Пишите, что думаете. По-китайским присадкам тоже я проблем не вижу и вопросов. Это, на мой взгляд, ключевой параметр, мощно-индриализующие свойства. То есть, значит, основная, основной фактор, который влияет на масло, это все-таки окисление. Окисляется оно, вот, и кислородом, и азотом. Вот, а этот показатель как раз и борется с окислением. Вот, остальные все факторы, ну, помогают маслу работать. Вот такое получился необычное видео. Благодарю Дмитрия за предоставленные образцы. Не образцы, прошу прощения, за результаты анализов. Вот, все, кто посмотрел, благодарю вас, ребята. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких, всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.